всем привет все-таки жалко что александр морозевич отошел от активной игры но партии его остались иногда он все-таки комментирует что-то иногда он все-таки как-то играет но это уже конечно не то что тут можно сказать по аналогии с известной поговоркой у богатых свои причуды можно сказать только одно у гроссмейстеров свои причуды ну вот сегодня одна из его многочисленных красивых партий давайте посмотрим ее эта партия игралась в девяносто пятом году в москве белыми играл марозевич и черными играл вишеванатан анант первый ход белых едва и е4 и далее следует е5 f4 марозевич играет королевский гамбит который анант при принимает еф слон c4 кони в 6 конь c36 слон b3 d5 еда cd d4 слон b4 черные связывают слон коня c3 сразу и в этой позиции белый король начинает как бы ощущать некий легкий холодок черные связали как я уже сказал коня c3 и собираются рокировать вертикаль е после этого будет выглядеть довольно неприятной довольно опасной для белых и вместо того хода который рекомендует здесь движок а именно он рекомендует осторожный ход конь же е2 вместо этого хода марозевич играет активнее он играет конь f3 конь f3 затем следует рокировка здесь нужно сказать что вместо рокировки после примерного например ферзь е7 шах конь е5 конь c6 слон бьет f4 g5 могла возникнуть весьма острая позиция дать оценку которые после отхода слона на же 3 очень трудно поэтому давайте не будем углубляться и пойдем по партии в партии был сделан ход 20 далее 20 со стороны белых слон взял на c3 bc и ферзь c7 ферзь а как вы видите прицеливается к пешке c3 а также попутно защищает пешку f4 свою лишнюю пешку ферзь е1 играет марозевич защищая пешку c3 и стараясь перевести своего ферзя на королевский фланг где он должен принять участие в атаке конь c6 анант просто развивается ферзь h4 перевод ферзя на королевский фланг и также атака уже теперь слоном и ферзем черной пешки f4 конь е7 слон бьет f4 естественно и далее ферзь черных взял на c3 слон d2 напали на ферзя ферзь отступает на c7 конь е5 марозевич играет довольно инициативно как это ему и присуще и теперь черным нужно считаться с возможной в подходящий момент жертвы качества белыми ладья бьет f6 но анант играет конь f5 перегораживая дорогу ладья по крайней мере временно далее следует ферзь f4 слон е6 слон b4 нападая на ладью f8 ладья f уходит на c8 линия c под контролем как будто бы под контролем черных но в этом ли дело позиция довольно таки динамическая и здесь такие позиционные идеи играют уже наверное все таки второстепенную роль же 4 марозевич нападает на коня f5 конь уходит на d6 ладья а е1 отличный ход обратите внимание теперь все фигуры белых развиты и все все принимают участие в атаке далее было конь f на е4 c4 типичный классический хрестоматийный подрыв центра dc ошибка здесь было бы если бы черные сыграли конь бьет c4 и тогда последовало бы с простой слон бьется 4 понятно что ферзем слона взять нельзя потому что слон под защитой к коня и с е5 а также если взять слона пешкой d5 то после ферзь бьет е4 если я ничего не путаю то белые остаются с лишней фигурой попросту поэтому она сыграл здесь dc последовало солнце 2 белые нагнетают давление здесь позиция оценивается движком уже как равная но если посчитать пешки то мы видим что у белых 4 пешки у черных 6 пешек то есть у черных на 2 пешки больше но если движок говорит равенство то это значит что инициатива белых вполне компенсирует недостачу двух пешек это нужно учитывать когда вы смотрите на оценку движка но многие наверное тоже знают может быть я просто зря это объясняю лишний раз кони в 6 g5 атакует морозевич конь h5 ну не мудрено что испытывая непрекращающееся давление черные допускают здесь решающую ошибку возьму вместо коня h5 возможно было конь d5 и затем после ферзь h4 и g6 позиция оставалась в состоянии динамического равенства что ли то есть компенсация у белых за эти две пешки все равно присутствовала но для победы белом еще нужно было бы приложить достаточно усилий и после хода сделанного черными в партии а именно после хода конь h5 который сделал анант после него позиции черных просто рассыпается морозевич играет и сильно и убедительно и очень красиво побеждает в разгромном стиле давайте посмотрим как это выглядело ферзь ушел на на f3 нападая на коня f4 последовало же 6 далее конь бьет g6 hg слон бьет g6 fg ладья бьет е6 забрали слона ферзь f7 нужно как-то подтягивать фигуры для защиты ферзь d5 неприятнейшее нападение на ферзя ладьи f1 плюс если ферзь отойдет с поля f7 то возникает возникает возможность вскрытого шаха ферзем с f5 когда уйдет ладья с е6 белая ладья анант сыграл конь f5 перекрыл нападение ладьи f1 на ферзя f7 но последовало простой ладья бьет f5 и на этом все закончилось черные здесь сдались но если повнимательнее посмотреть и немножко подольше на эту позицию то постепенно становится очевидно что действительно здесь черным уже не сдобровать не сдобровать ну все вот на этом я хочу закончить это видео пожалуйста если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте пожалуйста комментируйте говорите что понравилось что не понравилось вообще задавайте вопросы как вам угодно я очень жду ваших комментариев ваших слов в разделе комментариев будьте здоровы играйте в шахматы получайте от этого от этой игры удовольствие и до следующих роликов до свидания будьте здоровы